доброе утро друзья вот уже 3 июля буквально на следующее утро я снова в лесу начался черничника о нем расскажу чуть подробнее там белые грибы водятся но набрел посмотрите на какую шикарную поляну лисичек продолжается ну что друзья поляна лисичек собрано я нахожусь в сердце черничника недаром я так называю это место потому что тут все усыпано как вы можете видеть кустами черники и давайте я вам ягодки поближе покажу вот видите крупные спелые он там вот дальше просто все видите просто все в черных таких темно-синих точках вот сегодня решил лисички тут пособирать потому что очень хороший биотоп тут тут елки сосны редкие березы кусты черники лисички любят и белые тоже любят вот но сегодня белых я не встретил но пока записываем в об видео не знаю что это такое конечно в прямом эфире может быть сыроежка которых очень много сейчас растет может быть и белый грибочек так фокус настраиваю может быть не знаю вот сидел прям тут вот и мне кажется это белый самый настоящий белый ну-ка вот он белая ножка вот так вот лесок мне подарил такой подарок честно не знал что тут грибы точнее именно вот в этом месте просто сел как раз березка такая вот решил сесть рассказать показать и буквально в прямом эфире что-то мне показалось так ну белый грибочек к счастью оказался чистым потому что многие говорят грибы и червивы попадаются хотя вчера пять штук нашелся чистые были но много порезов червивых и вот еще раз черничник во всей красе ух идем дальше попалась за эти полчаса с последнего нашего с вами разговоры еще пару небольших кучек лисичек их уж снимать не стал но вот этого товарища конечно обязательно нужно показать просто идеальный подберезовик присыпаем красавицы прячутся хорошенький размер самый такой классный эти конечно поменьше вот эти вот хорошие вот тоже причем кто-то собирал тут без меня так сказать вот но видно не знаю либо относительно давно потому что стоп грибов стоит а лисички не очень-то быстро растут его просто сохраняются хорошо постепенно дождик капает вот люблю такую погоду вообще как бы странно это не звучало люблю собирать грибы в ливень потому что грибников вообще нет один я видимо такой на всю голову грибной уже тут встретил не успел заснять так мы с ним разбежались я от неожиданности он от от меня вот и посмотрите какая подсказка зато благодаря этому мужику произошла так вовсю идет моя любимая грибная погода снова уж не попался который меня похлеще дождя взбадривает и вот смотрите уж то маленький был относительно маленький видимо крот покрупнее ну не покрупнее если в длину сравнивать а по объему видно решил напасть на него любят же кроты всяких там дождевых червей может маленьких уже и даже не знаю есть и и видимо не рассчитал силы кротов живую кстати не видел здесь вот если так вообще говорить по поводу животного мира суховского леса то так что пока идем вот разговаривать то что я хотел сказать газовой станции кстати он вот лоси есть тут прям часто следы вижу каком-то видео показывал вам вот в том году в октябре прям лосиху встретил метрах это 50 от себя причем у коттеджей кочедыкова что странно вот кого я еще лесу кстати видел в двадцать первом году в июне гулял вот тоже прям само утро пошел думал может березовики колоссовики кинь появится вот смотрю прям леса с дачных участков убегает думал кошка я с очками зрения у меня как бы не очень а вот с очками идеально и как бы по хвосту то я отличил динамике вот так кого вам еще рассказать череп ресси находил весной этого года следы и рыси тоже в том году видел и там знакомые а так сказать не охотники а вот охранное лесное ведомство или как это называется вот потом фотографии в том году в августе прислала недалеко отсюда вот фотографию рыси такой крупный вот но череп маленький нашел сначала думал кошачий но тоже специалистам скинул сказали что все-таки рысь ну и змей уже и гадюки вот уже в основном гадюки ближе уже клэпу там в сторону областной так что вот такой краткий экскурс по животному суховки пока шел вспоминал сразу добавлю белок очень много как-то их забыл видимо так привык уже что забыл про них сказать вот белок очень очень много вот и один раз когда это было вроде бы в том году в августе да 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 встретил как мне кажется куницу или кого-то из этой серии так тоже быстро как-то встреча произошла я увидел такой пушистый хвост такая шерсть прям густая при этом как у кошки домашние такая там гладкая хорошая поблескивает такая она белла бежевая с каким-то пигментами темными вот подумал ну наверное вот может кто-то из куницы но по звуку шумному звуку можно понять что я на месте лисички вновь никогда тут не было лисичек знаете вот никогда за четыре года что я тут бродил никогда не видел какой-то год прекрасно аномальный в планете грибов но я не за этим тут остановился понятно их соберу но ваше внимание хочу обратить на следующий недавно в комментариях мне писали теперь благодаря твоим видео будем знать твои грибные места вот ну я не против лишь бы грибов было много всем хватит тогда но грибы тут уже от старости загибаются там на входе 2 подберезовик красота лепота но не дождь а вот этот вот товарищ которого сейчас щелкну их заберу в корзинку ну и торжественный момент не маленький думал помельче будет такой прям вот хорошенький самое то так тут у нас прекрасная поляна который я сфотографировал наконец-то лисичек сегодня не фотка лучше но я не за этим включился сейчас покажу зачем я включился вообще а вот и я который забыл головной убор кепку и попал под дождь и как из фильма чужой или синяя шапочка я не знаю вот так что спасаемся как можем ладно я пошел грибы собирать но очередная поляна прекрасных рыжих грибочков не заставила себя долго ждать уходит здесь она продолжается и вот здесь вот она заканчивается а лисички то выматывают на самом деле вот пока примерно пол корзины а благородных давно не было да вот пожалуйста подберезовик молодой чистый наверное будет крупные это червивые что белые что подберезовики как я заметил по срезом там по остаткам грибов вот молодые попадаются прям отличная классная берем хожу минут 15 уже грибов благородных не видно так чуть-чуть лисичек видно что грибники если не как и не качеством то количеством уж точно сделали свою работу хорошо но вот как часто и бывает такие тропы просто тропинки внутри леса все это видно ходит вон там вот как учили я часто замечаю что грибы любят такие тропы и вот как-то как бы странно не звучало на тропинках никто не ходил не проверял на самом видном месте лисички как раз тоже вот еще чуть-чуть так что остается надеяться на самые как бы опять же странно это не звучало открытые не прикрытые не секретные места так мы подберезовики вышли вперед в битве благородных грибов так что белым надо отыгрываться что они только что и сделали как раз вот примерно метрах пятидесяти от того места где 9 июня нашел первый белый гриб в этом сезоне вырос такой красавчик ну такие оранжевые пятна сложно не заметить прямо издалека их увидел и благодаря им вон ту группу ой друзья наверное вы уже очень сильно устали смотреть на оранжевые грибочки но я хотел сказать что буквально пару минут назад в продолжении нашей сегодняшней темы насчет животного мира суховки увидел такую группу из нескольких знаков лесных мышь лесных крысок вот они пищали громко что меня привлекло и разбежались пока я камеру доставал такие они цветом такого я не знаю темно-коричневый хвост такой сероватый и лапки серы с крысу конечно нет по размерам а вот какую-то мышь такую крупную да так что вот обновление время уже час в лесу я примерно 6 часов и продолжаю добывать оранжевое золото так где-то еще было вот могу не показать лесную магию вот паутинка и на ней так капельки воды отображаются как кристаллы в жизни это выглядит еще прекраснее на фоне конечно же грибочков ну все друзья солнце уже в зените припекает уже тяжко ходить вот такой сегодня получился итог так плохо видно да солнце такой вот получился итог 867 лисичек 4 белых 4 серых вот ходил я сегодня цели направлено за лисичками особо благородные места не проверял но маршрут примерно был такой же вот из новостей каких еще нож который прослужил мне четыре года к сожалению буквально минут 10 назад последний грибы срезал и вылетела там что-то вот 130 походов а то и больше с ним было совершено его оставлю куплю такой же продолжит династию и кстати вот палка с которой хожу очень рекомендую в суховке конечно и змей ядовитых особо не водится но гадюки встречаются вот за четыре года наверное как раз вот штуки 4 то я и повстречал вот такая палка на всякий случай какие-то кусты куда-то заходите особенно места которые солнцем прогреваются хорошо змеи это все любят перед собой так пошуршали постучали на вибрацию они реагируют и расползаются заранее а то чем крупнее уж или чем ядовитей змея тем тем медленнее она реагирует на какие-то посторонние воздействия вот потому что если уже мелкие они прям метров за 10 там ну за 5 точно расползаются если крупные уже или гадюки они прям пока на них не наступишь пока палкой не заденешь вот никуда не денутся ладно друзья заговорился я снова все всем удачи всем пока всем добра всем полных корзин грибов до новых встреч